Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня у меня на обзоре будет конина, высший сорт, тушеная. Массанета 338 грамм. Написано ГОСТ. Приобреталась в магазине за 160 рублей. Изготовитель ООО Курганский мясокомбинат Стандарт. По заказу ООО ОАЗИС. Юридический адрес город Москва. Конину тушеную буду пробовать первый раз. Надеюсь, она будет неплохая. Поэтому сейчас, в приближенном рассмотрении, я прочитаю состав, открою и покажу, что же это за консерва мясная. Ну вот так она выглядит поближе. Консервы мясные, кусковые, стерилизованные. Здесь домики всякие. ГОСТ. 100 лучших товаров России. Очень интересно. Состав. Канино, жир конский, лук, соль, лист лавровый, перец черный. Возможно, наличие незначительного количества яичного порошка. В общем, все это нам понятно. Массовая доля мяса и жира не менее 58%. Срок годности 3 года. Перед употреблением рекомендуется разогреть. Не разогревать банку в микроволновой печи. Это нам понятно. Для удобства вскрытия есть ключ. Это очень меня радует. Откроем. Ну, смотрите. Конечно, жидковато. Если брать говядину и свинину, то там сразу все густое. Посмотрим. Жидкость. Так, ну, больше всего напоминает какой-то фарш, наверное. Не знаю. Возможно, здесь есть и куски, конечно. Но сейчас разогрею и покажу. Ну, смотрите, друзья. В принципе, в разогретом состоянии она ничем не изменилась. Жира здесь не так уж и много. Вот какой-то кусок мяса есть один. Нет, все-таки это не фарш. Наверное, небольшие кусочки мяса. Сейчас попробую и поделюсь своим мнением. Стоит ли это брать или нет? Кошка, наверное, ты тоже хочешь канины попробовать, да, Мур? Ну, не знаю. Она пока горячая. Потом уже дам тебе запах. Ну, знаете, по запаху что-то среднее между говядиной и свининой. Но, не знаю. Для меня больше, по-моему, преобладает все-таки такой говяжий запах. Не знаю. Надо все-таки пробовать. Не знаю, почему, друзья, но во вкусе сейчас мне присутствует почему-то куриная печень. Может, реально они сюда напихали совсем не конину, а что-то другое. Не знаю. Может, с какой-то другой части попробовать. Не, ну, так вообще по виду вроде бы это мясо, конечно, но реально почему-то преобладает прям привкус реальной печени. Не знаю, может, даже не куриная, возможно, даже свиной. Но реально, вот реально, не знаю почему, но вкус, вкус печенки присутствует. Я думал, не знаю, какая вообще на вкус конина, но я помню, как-то пробовал конину вяленую, вот она была вообще обалденная, и вкус было ни с чем не перепутать. Здесь же вот эта тушенка, она вяленую конину, она никак не напоминает, а напоминает почему-то печень. Реально, есть ли здесь вообще конина, или у нее просто такой вкус. Очень даже странно. Ну, друзья, не знаю, на любителя. Если вы знаете реальный вкус конины, возьмите, попробуйте. Может, нифига это и не конина вовсе. Но я же для себя больше не возьму. 160 рублей, лучше я добавлю рублей 20, и куплю говяжью тушенку белорусскую. Она намного будет приятнее и вкуснее. Но здесь для меня ассоциация почему-то вкус печенки. Печенку, по-моему, можно купить и так подешевле. Так что, друзья, я больше конину тушеную не возьму. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.